Что может быть самое важное в приготовлении супов и такого супа, как французский луковый? Идея! Почему он вкусный? Почему его едят во Франции? И в чем смысл этого супа? Вот на этот вопрос и призван ответить этот ролик. В этом ролике я вам все-все подробно расскажу. Давайте для начала вот что сделаем. У меня здесь есть два куска курицы, просто вот какие были в магазе, купил и все. Значит сюда я добавляю лаврушку. Кто тут чуть не обосрался? Это маленький барсучок? Лаврушку добавляем. Добавляю один лавровый лист, потом обязательно сюда соль. Обязательно сюда нужно добавить какую-нибудь попку от луковицы. Одну и вторую. Заливаем все это фильтрованной водой. Водой из фильтра. Вы знаете прекрасно, что у меня спонсор есть Аквафор. Я всегда говорю, если у вас еще нету фильтра встроенного или вот такого кувшина, то нужно перейти по ссылке, которая в описании, посмотреть и купить. Потому что прикиньте, вот вы пьете воду из-под крана. Не надо этим гордиться. Нужно купить Аквафильтр и все, и без всяких проблем. Тем более, когда вы варите бульон. Если там присутствует вкус ржавчины в воде, да, или вкус хлора, какой на выходе вы получите результат? Ну, курица со вкусом хлорки. Вам нужно решить просто, что и как. Значит, вот эту кастрюльку я ставлю вот сюда. И забываю на то время, пока начинаю заниматься подготовкой лука и его обжаркой. Да, но вначале мне нужно его нашинковать. Так, у меня здесь килограмм 400 граммов и 100 граммов везде тазик. Итого, килограмм 300 лука, которое я шинкую, 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 шинкую кубиком. Есть несколько вариантов. Кто-то любит полукольцами, да, но тогда суп получается с такими нитками, которые есть неудобно. Да, давайте лучше каким-то таким крупным кубиком, ну что получается, сантиметр на сантиметр приблизительно. И все это вот так вот рубим. Вот смотрите, что получается у нас. Вот примерно вот такой вот кубик. Все, сыпем вот сюда, в тазик. Ну что, фундаментальная идея лукового супа. Чем дольше и аккуратнее мы жарим лук, тем больше он выдает сладости и исчезает противный вкус лука. У нас будет два ингредиента, которые нам помогут в этом. Куриный суп там уже почти готов. Я все это делаю сразу же в сковороде. Лук нашинкован. И вот, что помогает нам избавиться от лукового вкуса и сделать луковый суп максимально вкусным. Сливочное масло. То есть я прям доброе количество сливочного масла. Давайте, я это все на глаз делаю. Я могу прям сразу же вам говорить, ну какой-то ориентир, да. Здесь у меня 345 граммов. Я тару сейчас сброшу и уберу вот этот кусочек. 85. И еще немножечко. Значит, получается у нас 100 граммов сливочного масла я отправляю в кастрюлю. Масло растапливается, я туда отправляю лук. Во-первых, сливочное масло дает сливочный вкус. И удивительным образом вступает в реакцию с луком. Но у меня здесь еще есть бутылка вина. Бутылка вина, она стояла здесь, потом как-то исчезла туда. Дусенькая, но тебе вина нельзя, ты уже старенькая. В общем, не показываю, что за вино. Только хочу сказать, что это сухое белое вино. Обычное, совершенно обычное приобычное. Так вот, большая сладость внутри лука сосредоточена. Лук очень сладкий. Мы гасим его белым вином, выпариваем и завершаем уже оставшимися ингредиентами. Текстуру лука я сейчас в процессе покажу. Еще в юности, не будучи поваром, я, конечно же, ходил по ресторанам. И однажды, я думаю, надо попробовать, что же это за легендарный луковый суп французский. Я попробовал его, а он оказался вообще какашкой несусветной. Я подумал, не может так быть, чтобы легендарный суп был такой невкусный. Наверное, повар ошибся. Потом я, значит, через какое-то время, мы куда-то едем, там встречаем ресторан. Я говорю, давайте поедим. И тут я раз и говорю, хочу попробовать луковый суп. Пробую, снова не то. И у меня уже там на третий, четвертый раз сложилось ощущение, что луковый суп это вообще какая-то ерунда. Как французы это могут есть? И так наверняка считают большинство русских. Реально. Так вот, однажды, значит, мы с моей супругой поехали в Париж. Где и в одном из ресторанчиков, я думаю, надо попробовать, может французы все-таки умеют готовить. И вот тут мне попался ресторан, в котором реально был очень вкусный французский луковый суп. Я попросил официанта, но я еще тогда не был поваром и не знал там, как, на каком языке и с помощью какой лексики разговаривать с официантами. Это я сейчас понимаю, я говорю, позовите там шефа. Шефа нету, есть экзекьютив шеф. Хорошо, экзекьютив шефа. Там и так далее. Тогда я говорю официанту, почему у вас вкусный французский луковый суп? Он говорит, сейчас выйдет шеф и вам все расскажет. И вот вышел шеф, прекрасно говорящий на английском языке, он говорит, смысл в том, что нужно хорошенько вытушить лук и прибавить туда белое сухое вино. И делать все это нужно на сливочном масле. И только тогда, когда происходит карамелизация лука, не нужно уводить ее в коричневый цвет, нужно оставить в более светлом свете. И вот этот баланс кислоты, вкуса, соли, а потом куриный бульон создают вот эту нежную, шелковистую текстуру и вкус. Я тогда подумал, думаю, блин, это же невероятно. Но, будучи уже шеф-поваром, мой друг Денис Крупеня, значит, когда мы с ним вместе работали на проекте, на первом канале был проект, как он называется, с Наташей Королевой. Типа время обедать, наверное. Время обедать, точно. Значит, первые 48 программ, там, или чуть меньше, или чуть больше, мы его консультировали с Денисом Крупене вдвоем. И был заказ на луковый суп. И вот как раз Денис Крупеня, человек, который такой специалист во вкусе, и вот в идее, и так во всем, он тогда готовил луковый суп. Я говорю ему, слушай, объясни мне еще раз. Вот мне француз рассказал, что так-так-так-так, и он мне показал физически, как нужно вытушить лук для французского лукового супа. Я его делаю уже не один раз, и люди, которые потом его пробуют, говорят, ну, это не просто какая-то похлебка с луком, что там смеяться. Это реально вкусный суп получается. Вот, таким образом, я приобрел этот навык приготовления супа. И я хочу поделиться им с вами, потому что, ну, это должно быть реально, вот, вы должны понимать, в чем суть. Это классный рецепт. А наши повара, многие, просто взяли его, из грязи смешали, и поэтому большинство из вас думают, что это ерунда, а не рецепт. Это классный рецепт. Ну, во-первых, лук должен стать прозрачным. То есть, вот, сливочное масло и большое количество лука не дает ему поджариваться. Он тушится. Лук дал сок, и вместе со сливочным маслом он образует вот такой бульон, в котором этот лук тушится. Его нужно все время, без перерыва мешать. Потом у нас сок от лука закончится, и масло начнет его карамелизовать. Вот тогда мы добавляем вину. Лук уже начинает приставать ко дну. То есть, мы понимаем, что влаги здесь нету. Он даже местами уже карамелизуется. Нужно мешать так, чтобы вообще ничего не приставало ко дну. Он уже стал суховатый такой, знаете, без бульона, без вот этого сока. Уже попробовать можно, знаете, чуток. Он мягкий, он даже не хрустит уже. Вот, теперь пора подсолить. Сколько льем сюда вина. Так, чтобы покрыть лук. Вот только-только. Не надо сверху, да, а только в край. Вот сколько есть лука, да, мы льем вина сюда. Оп, лук у нас выровнялся. Вот столько вина будет достаточно. В моем случае, да, это сколько, вот раз, два, три. Ну, от одну треть нора бутылки. В луке столько сладости, что вот это количество вина выпарится, даст очень крутой вкус. У меня, кстати, здесь на окошечке есть лаванда, которую мы привезли. Если не ошибаюсь, сливкадии были в гостях. Вот, конечно, у вас, может, у кого-то и есть цветочки лаванды, а может, нету. Так как это французский луковый суп, почему бы лаванду, как элемент прованса, не использовать в самом небольшом количестве. Оп, очень хорошо, кстати, в молочные коктейли подходят. Лаванда. Раф лавандовый, я хоть и не такой поклонник кофе, как моя супруга, но я поклонник лаванды. Это очень вкусно. Все, мы теперь выпариваем вино, и как только вино выпарится, добавляем бульон, и суп готов. А, мне же еще нужно сделать гренку, ту легендарную гренку. Я пошел за сыром и хлебом. Как только выпарилось вино, видите, сухо стало. Ну, в хорошем смысле этого слова. Не совсем сухо, все равно масло и все остальное. Значит, там присутствует, да? Но мы видим, что там нет бульона. Значит, крупный зубчик чеснока я нарубил мелко. Когда вино выпарилось, я добавляю сюда нарубленный зубчик чеснока. Один, но крупный. Хорошо, можно три маленьких, два средних. Все это перемешиваю. В это время две гренки. А, крутон. Делаем крутон. Много-много сыра пармезан или какого-нибудь французского твердого на терочке. Шапочкой, да? Хлебушек должен быть, типа, какой-то такой с дырками, французский багет или что-то похожее. Да? Я ставлю в духовку на максималку. И главное, верхний нагревательный элемент должен быть нагрет. Значит, тут же я добавляю прям пол чайной ложки. Так, хорошо, чтобы было. И вот пошел наш куриный бульон. Нейтральный куриный бульон. Смотрите, суп должен быть, как бы вам сказать, он не должен быть очень жидким. Он должен быть, как похлебка, такой густоватый. Поэтому не лейте туда очень много бульона. Влейте часть, размешайте его. Но чеснок, который вы добавили, его нужно, да, немножко посернуть. Там, минуту одну хотя бы. Чтобы он прогрелся. Вот что у нас получилось. Он не жидкий, не густой. Вот такой вот должен желто-белого цвета быть. Видите, здесь черный перчик, лаванда. Плавает. Доводим до кипения. Кипятим ровно 2 минуты и снимаем. Все, крутон кладем вот сюда. Кто-то наливает в горшочки, засовывает туда хлеб. Он там весь намокает. Это нужно в духовке запечь. Нет определенного канона. Кто-то так сделал, в ресторане подал. Это неудобно с ресторанной точки зрения и так далее, и тому подобное. Вы можете прекрасно это сделать под саламандрой в ресторане. Или, как я уже сказал, под вертикальным грилем быстренько поставили все. Суп супом. Его что в духовку поставь, что не поставь, толку от него не будет. Если вы прекрасно сварили в кастрюле, то здесь будет человек, гость, ваш родственник, супруг, супруга, друзья, да кто угодно. Или вы шиповар в ресторане, в ресторане гости, и они будут съедать это все до самого конца. Главное, как вы приготовили, а не то, как вы замочили там хлеб. Хлеб это отдельная гренка. Вы можете положить сюда две гренки. Вообще никакой разницы от этого не увеличится или не уменьшится. Главное, что это вкусно. Пора пробовать. Полежит, дружок, пока здесь. Мне важен суп. Великолепно, пахнет прекрасно. Лук очень мягкий. Я его пробовал в процессе. Я знаю, какой он на вкус. Я вот доводил его по соли. Вот насколько, как удивительно, да, химия продукта. В луке огромное количество сахара, сладости. А в вине, учитывая, что мы его выпарили, концентрировалась кислота. И каков высокий баланс вот этого вот... Ну, вот такой вот и должен быть суп. Жирок стек в хлебушек с сырка. Вместе великолепно. Самое главное, что вкусы очень простые. Характерные для Франции. Да, и у нас тоже суточные тыщи без мяса. Капуста одна, вываренная в хлам вместе с луком. Французы пошли дальше и сделали просто тупо один лук. Но это вкусно. Конечно, если бы не куриный бульон... Дорогие друзья, это прям нереально вкусно. Обязательно следуйте всем наставлениям, которые я даю в этом рецепте. В этом ролике вы получите самый лучший в мире французский луковый суп. Пока!